Погода вносит свои коррективы в работу коммунальных служб при обильном снегопаде и главная задача обеспечить пропускную способность транспортной и пешеходной сети, а после убрать и вывести снег. В городе на Березине задействованы 30 единиц техники и более 100 человек. Проезжую часть обрабатывают противогололедным материалом. Мы работаем в круглосуточном режиме 24 на 7 без выходных и праздников. На сегодняшний день с начала зимнего периода обработку улиц, города и пешеходных дорожек израсходовано более 7 тысяч тонн противогололедных материалов. С начала зимнего даже периода более 24 тысяч метров кубических снега было выведено на места для складирования. В то время как автомобилистам обеспечены приемлемые условия проезда, пешеходам приходится сложнее. Некоторые проторили себе тропинки от подъездов до остановок вместе с людьми в оранжевых жилетах. Сегодня с утра я выходил, ребенка в школу завозил. Здесь уже было все почищено. Опять насыпал, а вот опять человек чистит. Как бы вопросов нет к нему. Он молодец у нас. Это в радость для здоровья. Для здоровья. Красиво, конечно, снега много, но надо помогать. Многодетной маме Ирине Прокопчик, воспитывающей четверых детей, отдыхать некогда. Погода не спрашивает расписания для своих действий, поэтому берет лопату с жильцами дома и приходит на помощь. Всегда в непогоду мы выходим почистить нашу территорию. Люди всегда помогают. У нас добрые, отзывчивые люди. Никогда не откажут. Вот и сегодня мы вышли, потрудились, убрали территорию. Кстати, стоянки в Бобруське убирают сами автовладельцы. Инициатива приветствуется. Я всегда свое парковочное место, всегда чищу, где машину ставлю. Я чищу, потом ставлю машину. Оно и себе приятнее. Ходишь, по крайней мере, не в сугробе, не черпаешь. И детей садишь, ноги не мочишь. Ну, в любом случае, свое место я чищу всегда. Творники дорожки расчищают. Ну, и люди машины свои чистят. Автовладельцам необходимо с пониманием отнестись к уборке снега, не опережать технику при движении, контролировать погодные и дорожные условия. Также не стоит оставлять свой транспорт вдоль проезжей части. При подъезде к пешеходным переходам снижайте скорость движения до минимума и обязательно смотрите по сторонам. Госавтоинспекция рекомендует водителям отказаться по возможности от поездок на личном транспорте. Если все же пришлось сесть за руль, соблюдайте безопасный стиль вождения. Выбирайте безопасную скорость. Соблюдайте дистанцию и боковой интервал. Откажитесь от резких торможений, а также от обгонов. В такую погоду машина нередко начинает уходить в занос, буксовать или застревать в снежной колее. В затруднительных ситуациях набирайте 102 и на оказание помощи оперативно приедут сотрудники госавтоинспекции.